Тайм-Алт На прошедшей неделе в ОТП состоялся этап Кубка мира по лыжным гонкам. Среди женщин победительницей на дистанции 10 км классическим стилем стала норвежка Марет Бьорген. Второе место заняла лидер общего зачета Кубка мира полячка Юстина Ковальчик. Третье место у Терезы Йохаук, Норвегия. Ребенка Эстонии на этой дистанции Лаура Рохтла показала 38-й результат. Среди мужчин на дистанции 15 км классическим стилем победителем стал норвежец Эльдар Рёнинг. Второе место у шведа Даниэля Рикардсона, третье у россиянина Максима Геликжанина. Двукратный олимпийский чемпион Андрус Вейерпалу занял пятое место, проиграв победителю 24,6 секунды. Кубковые очки заработали также Алго Кярп и ветеран эстонской сборной Як Майя, занявшие 27-е и 29-е места соответственно. У Петера Кюммеля 34-е, а у Каспара Кока 41-е места. Спринтерский гонка к двойной победу праздновали норвежцы Эрик Брансдаль и Ула Виген Хатестад, занявшие первое и второе места. Третьим здесь стал россиянин Никита Крюков. Лучшим среди эстонских спортсменов стал Кейн Эйнастен, занявший 11-е место. Кубковые очки заработали также Петер Кюмель 14-е место, Карль Тамьярв 22-е, Анти Сарепо 24-е, Сим Селик 27-е и Вахур Теппан 29-е места. Тима Симон Латцер занял в квалификации 38-е место, Айвар Рехема был 44-м, Алго Кяр 51-м, Андрес Вейерпалу был в квалификационном забеге лишь 54-м. У женщин победительницей в спринте стала Славенко Петра Майдич, на втором месте шведка Хана Фалк, а на третьем норвежка Майкен Гасперсен Фалла. Среди эстонских лыжниц два кубковых очка в свой зачет заработала Перет Пор Мейстер, занявшая в общем зачете 29-е место. Трин Оэстен показала в квалификации 42-е время, Лаура Рохтла 44-е и Кая Удрас 48-е места. Следующий этап Кубка Мира пройдет с 4 по 6 февраля в российском Рыбинске. Это вообще великолепно, что у нас в Эстонии такие международные соревнования состоятся. Это очень важно, потому что по всем миру показывают по спортивным каналам этого катания здесь на лыжах. Тем более сейчас наш парень Лерполу довольно хорошо катается. Вообще это первый раз в жизни, когда я сама здесь на этих соревнованиях. Так что великолепно, чувствую очень прекрасно, много людей слушают, что происходит. Все, каждого там какого-то, любого спортсмена сейчас поддерживают. Так что я очень рада, что далеко приехать сюда из моего дома. Но ничего, это было здорово сегодня. Здесь в ОТЭПе прошел кубок по лыжам, всемирный кубок по лыжам, на который собрались самые сильные лыжники со всей Европы, можно сказать, даже с Австралии приехали. Очень радостно, что и народу много в этот прекрасный зимний день здесь побывало. И наши спортсмены эстонские выступили на своем родном соревновании, тоже достойно. Андрус Верпола, например, был пятым, но еще за 2-3 минуты буквально до финиша последнего спортсмена из Норвегии. Он фактически имел шансы на победу и шансы на призовое место. Поэтому все развернулось, очень эти острые события в борьбе за золото, серебро и бронзу. Мы развернулись буквально на последних минутах. И сегодняшний Кубок Мира здесь в ОТЭПе выиграл норвежец Эльдер Реннинг. На прошедшем Вандхольце Италия этапе Кубка Мира по биатлону Эвили Сауэ без единого промаха заняла 9-е место в спринте, проиграв победительницы норвежки Туры Бергер 58,4 секунды. Женская сборная Эстонии в составе Эвили Сауэ, Кадри Лехтла, Кристель Вигипу и Сирли Ханни заняла в эстафете 14-е место. А победительницей эстафеты стала сборная России. Мужская эстонская сборная в составе Каури Киева, Индрика Табрелуца, Роланда Лессинга и Приита Наруска оказалась на 18-м месте среди 21-й команды. Победительницей здесь стала сборная Германии. Последний день соревнований этапа Кубка Мира Эвили Сауэ с двумя штрафными кругами заняла в масс-старте на 12,5 километров 13-е место. Отель Ливарант на берегу Финского залива в курортном Нарвейсу. Уникальное место для беззаботного отдыха и проведения тренировочных сборов. Совместите приятное с полезным. Информация на 3w.liverant.ee На прошедшей неделе тартусский баскетбольный клуб ТУ «Рок» одержал уверенную победу со счетом 86-62 в игре Балтийской баскетбольной лиги над литовским баскетбольным клубом «Рудупис». В составе тартусцев больше всех очков в своей команде принес Георгий Цинцадзе, заработавший 18 очков. Тартусский клуб при пяти поражениях одержал свою 11-ю победу в Балтийской лиге и занимает на сегодня четвертое место. В Лиге мастеров чемпионата Эстонии по баскетболу ТУ «Рок» упрощил свое лидерство в турнирной таблице, обыграв в очередном туре рапловский клуб «Пима Мейстер Отто» со счетом 89-75. После 19 игр у ТУ «Рок» 37 очков. На втором месте – Таллинский Калев Крамма. Сегодня, 24 января, между лидерами чемпионата состоится очная встреча. Новости тенниса. Прошедшее воскресенье в Нарве завершился юниорский европейский турнир по теннису «Нарва Кап-2011». Среди юношей победителем в одиночном разряде стал россиянин Борис Покатило. Из-за травмы на финальную игру не смог выйти эстонский теннисист Кеннет Райсман. Борис Покатило в паре с Тимуром Игом Бердыевым стали победителями турнира и в парном разряде, обыграв в финале своих соотечественников Алексея Местерова и Святослава Шайняна. В одиночном разряде среди девушек победительницей стала первая ракетка турнира россиянка Алина Симашко, одержавшая в финале победу над своей соотечественницей Анной Калинской. Эти же девушки стали победительницами парного разряда. В этом году в турнире приняли участие молодые теннисисты из более чем 10 стран. И новости волейбола. В прошедшие выходные в зале Нарской спортивной школы «Энергия» прошел седьмой мемориал Владимира Мальковского по волейболу среди юношей 92-93 годов рождения. Победителями турнира стала команда «Валга Виктория». На втором месте спортивная школа «Раквери» и на третьем хозяева турнира спортивная школа «Энергия». В рамках программы мемориалов прошла игра чемпионата Эстонии в первой лиге среди мужских команд. Место «Энергия» «Виктория» проиграла со счетом 1-3 волейбольному клубу «Пыльцамо». Ранее норвитяне проиграли своим соперникам на выезде со счетом 0-3. Ранее норвитяне проиграли своим соперникам на выезде со счетом 0-3. Это была программа «Тайм-Аут». До встречи в следующий понедельник. Тайм-Аут. Каждый понедельник. Все об эстонском спорте на канале ТБН Балтия. Отель «Ливарант» на берегу Финского залива в курортном Нарвейсу. Уникальное место для беззаботного отдыха и проведения тренировочных сборов. Совместите приятное с полезным. Информация на www.livaran.ee Продолжение следует...